Всем привет! Я с работы пришла. Дома бардак, посуда не мытая, ребенок убежал гулять, вот, а со вторым сейчас, в общем, один детский сад поменяла на другой детский сад. Ну, садись, садись, мы сейчас будем с Тимуром делать задание логопедическое, в общем, ходим же мы к логопеду, да, это сказка, вот, у него сказка. Такая большая. Что такая большая? Кулька? Да. Шарик был сделан, но... Такой большой. А потом что? Потом меньше такой. Потом меньше, да? Потом сделали еще один шарик? Нет. А что? Да. А потом так. А там потом что получилось? Тимур. Кто это? Это болванек. Это болванек? О, мы только что сделали. По-польску болванек. Так, что у тебя за сегодня за новые слова? Давай покажем, что мы вчера делали, на прошлом занятии делали, давай? Давай. Сейчас переверну камеру вам. Ну, рассказывай, что это? Это. Для тебя видно, отлично. Только по-польски. Называем это слово? Это садки. Ага. Садик. Куга. Кавычки. Поня. Сподня. Капецки. Буты. Буты. Ага. А сегодня, что у тебя, какие слова сегодня новые? Сегодня без рисунков. Шнежинка. Шнежинка. Шнег. Шнег. Угу. Дальше. Людик сперника. Людик сперника. Что это такое, Людик сперника? Это пряничный. Пряничный человек. Пряничный человек. Садись, а то упадешь, садись. Ага. А что такое кокарда? Кокарда. Да. Это рисунка. Это такой бантик. Аня, кокарда. Это рисунка. У меня не бантик, у меня хвостик. Ромка себе что-то там прицепит. Я прицепила такую вот штуку. Ага. Понятно. В общем, поняли, да, чем я сейчас занимаюсь. Я еще пришла. Подожди минутку. Я кушать хочу. Кофе хочу. Вообще, чего-нибудь хочу, а сразу-сразу-сразу заниматься надо, да? Да. Да. Я хочу такую мою люксельку. Резинку тоже хочешь? Нет, мы с тобой в парикмахерскую идем. Нет, мне резинку. А, вот такую же штуку. Я поняла. Хорошо, найдем. Ну, что у нас там еще есть? Я могу ее носить. Это цельная рука. На браслет. Как браслет, да, одевается? Да. Я могу ее сейчас заниматься. Так, еще. Как змея. Как змея высота. Это. О, ю-ю. Как у меня есть такой. Знаете, миленький? Вот. Ага. Давай следующее слово. Да что ж ты прям такой сегодня возбужденный? Давай. Давай, следующее слово. Елочка. Как будет по-польски? Песик. Нет, давай, давай. Надо вспоминать. Игра. Игра. О, инка. О, инка. О, инка. И прыгаем на стульчики, иначе мы упадем. А знаешь, что еще? Снеговик. Снег. Он такой. Кто это? Вот кто это по-польски? Это балван. Это балван. Балван. И что такое? А, новогодняя игрушка такая получается кругленькая. А как ее будет называться по-польски? Бомбка? Бомбка. Бомбка. Угу. Ладно, будем уж ими заниматься, потому что, я так понимаю, нам ничего не дадут. Это метели. Нам метели. Ничего интересного рассказать? Это метели. Делали вы? Да, у всех. Крупы делали. Крупы делали? Да. Ты в сад ходишь? Да. Да? И как там в саду? Хорошо. Я вернулась. Мои мальчишки уже легли спать. Слава, правда, еще, естественно, не спит. Компьютер, как вы помните, у нас на кухне сейчас. Ну и вот хотелось мне рассказать немножко. Начнем, наверное, со вчерашнего дня. Потому что вчера, это была среда, был бесплатный проезд. На коммуникации Амейска, да, меня это немножко удивило. И потом мне все рассказали. И почему же все-таки это было бесплатно? Потому что смог все-таки в Кракове есть. И он не только живет под Вавелем. Он еще и в воздухе летает. Да, очень часто спрашивают в личных сообщениях, как вам Краков, то есть есть ли на самом деле смог. И смог, да, и я всем отвечаю, да нет, о чем вы, какой смог, вообще не видели ни разу. А все, почему мы приехали-то в феврале, и в феврале вот с прошлого года мы его не видели. А вот сейчас вот уже где-то месяц периодически я наблюдаю, да, по утрам, по вечерам, и так в течение дня даже бывает. Вот, вначале все-таки мне говорят, да это туман, но я же слышу запах. В общем, смог есть. Но я не могу сказать, что он прям такой критичный. Ну да, сильно, серьезно, но поверьте, вы не были в Сибири, там, где я вам, в общем, рассказывала, да, уже наверняка не один раз. Так вот, как мне объяснили, для чего был бесплатный проезд, да, то есть вот эта дармова коммуникация. Потому что, не потому что, а чтобы пересадить всех владельцев авто на, получается, на общественный транспорт. Ну, чтобы хоть чуть-чуть как-то меньше загрязнять воздух, атмосферу и тому подобное. Ну, это как мне объяснили, да, это не официальная версия, это, то есть так, объяснение вот чисто вот, а почему бесплатно? Ну, вот так, потому что я говорю, и что, и как часто, ну, вот сказали, как только превышает, то бывает такое вот бесплатная коммуникация. И Виталик тоже сегодня пришел с работы, мы тоже общались на эту тему, и он сказал, не сказал, он говорит, у него на работе спросили, а у вас как, тоже в России такое бывает? Он такой, ну, что, о чем вы, какой бесплатный проезд, вообще такого быть не может. Так, в общем, это про СМОК. Дальше, дальше хотела рассказать немножко про родительское собрание. Я была, вот знаете, то есть в таком приподнятом настроении во вторник вечером уже, потому что сказали, что 18 января дети возвращаются в школу, уже будут прям ходить туда, ездить. Слушайте, я в таком восторге, и вот сегодня, все говорят, как бы, кварантана на роддоме. И очень-очень-очень надеюсь, что все это, как раз оно до 17 числа, а 18 во всем в школу, да? Очень надеюсь, что это просто такие меры, чтобы действительно люди в праздники не ходили и не бродили, да? Как бы про полный локдаун, я думаю, вы тоже все слышали. Он будет с 7 вечера 31 числа и до 6 утра 1 января, да? Так что нужно будет очень внимательно и тщательно выбирать, с кем ты будешь праздновать Новый год. Потому что, в общем, вечером уже, если ты поменяешь свои планы, ты никуда не пойдешь. Вот, это насчет локдаунов и тому подобное. Что еще интересненького хотелось вам рассказать? Естественно, прямой эфир будет завтра. Приходите, отвечу на все вопросы, хотя видео наверняка выложу позже. Вот, ну, в общем, поела, всех накормила, со всеми позанималась. Пошла готовить кушать. Вот, Слава, Слава, кстати, тоже получается, сейчас буду еще Славе помогать, что-то у нее там, что там с плакатом, да, что-то. Да, у Славы еще плакат. Причем очень интересно. А, рисунок сейчас? Окей. В общем, я думаю, завтра, наверное, вам покажу все ее рисунки. Очень интересные у них сейчас по всем предметам, рисуют плакаты. Вот. Ну, в общем, все это покажу завтра. Ладненько. Всем огромное спасибо за просмотр, что были со мной. Увидимся со всеми завтра. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok